всем здарова народ с вами варчик в этом видео я вам покажу секретные свои наработки и позиции из рандома для убивания всяких тяжелых танков в городе впритык из кустов из инвиза это не позиции которые нужно занимать всегда это позиции которые нужно знать что они есть для того чтобы в нужных ситуациях их применить себе на пользу чем больше вы знаете про игру чем больше вы подготовлены тем больше вариантов во время боя и тем вы сильнее поэтому я вам покажу свои необычные такие наработки по поводу набивания уронов из кустов на очень близких дистанциях первая позиция на карте ласфель она находится естественно в городе здесь возле кучки домиков есть такой вот закуток с кучами кустов деревьев если два дерева завалить в кучу кустов потом еще фугасом правильно сбить дерево в нужную сторону от скалы то получится у нас огроменный куст с тремя деревьями через которые вы не будете светиться после выстрела также если что на всякий случай у вас под рукой все время есть дом за который можно спрятаться и через эти кусты можно убивать тяжей которые скорее всего будут очень часто и большими толпами находиться впереди вас вдоль этой улице очень нужная позиция которая может частенько использоваться для того чтобы безопасно наносить кучу урона но помните что даже без засвета вас могут ответ на выстрелить враги поскольку не все настолько деревянные иногда встречаются и более менее адекватные танкисты из особенности у этой позиции два минуса то что заборчик нужно ломать выстрелом подъезжать и ломать его нельзя вы засветитесь и следующее если вы дерево собьете фугасом неправильно она может заглючить и не упасть для другого респа в этом же городе тоже есть позиция с похожими кустами но они практически не работают поскольку для того чтобы они заработали нужно завалить деревья которые находятся намного дальше от кустов самому это сделать намного сложнее во время боя но если завалить кусты впереди и стрелять из-за куста и чтобы впереди на одной линии еще были деревья и закрывали они собой вас находились на одной линии вы деревья и враг тогда вы будете стрелять без засвета но с этого респа все выглядит в миллион раз сложнее и вряд ли когда-либо кто-то будет это использовать в рандоме следующая позиция находится на карте париж для левой базы когда едешь к мосту справа в уголку есть кустик и два дерева валим два дерева в куст и получается у нас позиция которая позволяет не светиться буквально метров на 150 примерно на это расстояние мы стрелять и будем поскольку враги будут выезжать очень близко под мостом иногда сверху даже на тяжи в этих кустах светишься буквально впритык поэтому можно нормально пострелять единственная проблема что если ваш танк медленный вы можете не успеть туда заехать на этой же карте для правой базы тоже есть позиция где можно из инвиза пострелять впритык в тяжей но скорее всего придется стрелять только по тем кто играет сверху моста поскольку эта позиция находится вверху и прострела вниз под мост отсюда нету но благо с левого респа очень часто люди играют через верх очень часто здесь будут подставляться танки поэтому будет в кого пострелять валим деревья так чтобы они вместе с кустом образовали здоровенный такой длинный куст и со стороны моста мы будем похожи просто на здоровенное зеленое облако и светиться мы не будем точно пока враги не доедут к нам впритык но с этой позиции нужно помнить одно что иногда лучше сыграть агрессивно и активно на первой линии это будет более эффективно но если возможности сыграть активно и агрессивно нету то придется тогда уже использовать этот кустик следующая карта мураванка и для верхнего респа есть необычная позиция возле воды там есть камень с кустами и деревьями валим деревья в кусты и можем из-за куста и дерева стрелять по врагам без засвета главное чтобы вы стреляли из-за куста поскольку одно дерево не даст столько маскировки чтобы мы не светились а вот если куст вместе с деревом и они будут непрозрачные то маскировки будет достаточно эта позиция очень хороша подойдет если вам нужно задефить этот фланг и вас сзади кто-то с красной линии еще прикрывает возле базы есть еще одна хорошая позиция в квадрате а7 если там есть союзник то этот камень с кустом можно занимать если союзника там нет то скорее всего нас здесь задавят эта же карта противоположный респ позиция примерно симметричная снова вода камень куст дерево валим дерево в куст получаем хорошую маскировку можем из инвиза накидывать по врагам также в случае чего камень нам поможет получить хоть какое-то укрытие также хорошо если сзади опять с красной линии нас тута будет прикрывать чтобы нас не задавили получится перекрестный огонь и враги даже если выиграют это направление потеряют очень много карта степи нижний респ едем на фланг для тяжей забиваемся в самый угол там есть несколько кустов их очень много нам нужно стать так чтобы мы стреляли через два куста по врагам желательно чтобы кто-то нам подсвечивал чтобы не заниматься этим самому поскольку мы сами можем засветиться самому себе подсвечивать отсюда довольно таки тяжело расстояние очень маленькая но если нам кто-то подсвечивает мы можем из инвиза накидывать помните что вам могут в ответ стрелять без засвета поскольку в игре есть замечательные вещи которые показывают откуда по вам стреляют и они могут в ответ стрелять по указке для верхней базы на этом фланге нет аналогичной позиции но если пошевелить извилинами можно завалить пару деревьев и стрелять по тяжам с близкого расстояния без засвета как раз в том месте где они чаще всего тусуются также еще на карте степи есть две замечательные позиции которые я называю затычками которые затычки атакают этот фланг и не дают атаковать ни одной команде ни другой просто становишься за камень с кустами с одной стороны и стреляешь по врагам которые светятся и подставляются также есть аналогичная позиция для другой базы тоже там становишься и тупо накидываешь урон по тем кто светится и подставляется конечно если у врагов будет очень значительный перевес в количестве они могут вас задавить здесь поэтому если вы едете один и поддержки союзников нет то занимать эти позиции нет смысла я поделился с вами частично некоторыми интересными позициями для того чтобы обогатить ваш арсенал в игре world of tanks также я еще больше расскажу про различные позиции направления и геймплей на картах в новой рубрике которую скоро начну делать с обзором всех карт ворду танкс с вами был варчик играть красиво всем пока